Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня делаем абсолютно честный обзор на тип А62. Это легкий танк 7 уровня, премиумная машина, которая сейчас на продаже в бюро находок стоит за целых 4000 золота. За эти деньги вам предлагают машину, слот в ангаре, открытое все оборудование, которое не такое уж и дорогое на 7 левеле. Ну, что-то как-то где-то сэкономите, но не суть важна. Дали, да и дали, по большому счету, получаете голую машину. Легендарный внешний вид машины выглядит вот так. Вот дракон в китайском стиле, но, честно говоря, на сегодняшний день, с учетом красочных камуфляжей и внешних видов, которые есть в игре, вот этот вот нагло нарисованный дракон на машине смотрится уже не настолько красиво, как когда-то, когда данная машина появилась в игре. Было это огромное количество лет назад. Что касается характеристик по машине. Машина очень сложная в реализации новичками. В первую очередь, стоит отметить, что, в принципе, все легкие танки в игре очень сложные в реализации новичками. А этот товарищ, он даже, наверное, в чем-то сложнее, чем многие другие. Стоит отметить позитивы по машине, а именно время перезарядки меньше 5 секунд, хороший заявленный ДПМ практически в 2500, время сведения и разброс крайне комфортное. Средний урон в 200 единиц для седьмого уровня, для легкого танка, это вполне нормальная цифра. Что касается угла склонения орудия вниз, минус 7, то цифра сама по себе заявлена неплохая. Что касается комфортности ее использования в боях, это мы посмотрим, закинувшись в первую попавшуюся катку, там, где будем заценивать все возможности данной машины. Что касается брони, понятное дело, что поскольку это легкий танк, то о броне здесь говорить не приходится. Как видите, полностью желто-зеленая машина. Короче говоря, если вы что-то и танканете, то вот где-то вот так вот очень случайно по краю башни, если прям вот совсем там на фарт прилетит, ну, либо попадет вам как-то там по маске орудия, и то под большим вопросом, потому что маска орудия здесь с приведенкой 130, ну, а если мы уберем защитный экран, то за ней, в принципе, ничего нет, там пустота. Поэтому сказать, что будут какие-то рикошеты, нет, ребят, все 100% снарядов, залетающие в вашу сторону, будут залетать конкретно внутрь вашего танка и забирать вашу хпшку, к этому необходимо быть готовы. Что касается сравнения с другими машинами, как я говорил, ДПМ, в принципе, достойный, 2,5 тысячи, есть ребята, которые выдают ДПМ побольше, но здесь вопрос не в ДПМе, а в том, насколько хорошо вы умеете играть на легких танках. Пробитие не очень хорошее, вы можете его улучшить, но тогда вы снизите свой ДПМ на 100 единиц. Там уже определитесь самим, как вам удобнее, мне, допустим, нравится больше, чаще стрелять, чем с большим пробитием. Опять-таки, все зависит от того, насколько часто вас к восьмеркам, допустим, будет бросать, ну и подобные вещи, которые существенно влияют на комфорт игры в отношении уровня пробития снаряда. Что касается альфы, 200 единиц, вполне нормальная цифра, да, пускай не прям нифига себе, как у Т49 Птура, но я не думаю, что многие игроки обладают данной машиной, поэтому я думаю, что его отсюда можно просто вот так вот взять и удалить. Ну, а все остальные, я бы сказал, что в целом, по большому счету, не сильно, да, там, отличаются, либо 200, либо чуть больше 200, либо даже чуть меньше 200. Но скорострельность, в принципе, на данном орудии довольно-таки неплохо решает, и, соответственно, вот этой альфы вам будет больше, чем достаточно. Что касается скорости, далеко не самая быстрая машина на уровне, как вы видите, подвижности ему не хватает, и в бою это действительно ощущается прям вот, ну, прям совсем-совсем. Прямым конкурентом данной машины я лично для себя считаю вот этого вот товарища, который именуется М41Т, и это действительно гораздо более интересная машина, и что самое интересное, что если я правильно помню, то ее можно было даже дешевле купить, чем сейчас типа 62-го. Но это мы уже совсем забегаем наперед, давайте пока дообсудим то, что можем посмотреть в сравнительной таблице. Доходность 164% выше, чем у всех цикличных машин, точнее не так, машин с цикличными орудиями на уровне, но в то же время, ребят, далеко не фармер. Это просто позволит вам не уходить в минус по результатам ваших боев. Особого заработка вы получать не будете. Что касается процента по победам, то 54%, но тот же самый Кунзе Панзер имеет 55% и 54% имеет М41, про которого я вам говорил. Почему мне М41 нравится больше? Дело в том, что у М-ки гораздо больше подвижности. Если вы посмотрите на технические характеристики по орудию, заявленные изначально, даже без оборудования, без амуниции, то вы увидите, что здесь время перезарядки уже лучше. А теперь представьте себе, что будет, когда вы все это дело еще и там немножечко где-то подкрутите. Я сейчас просто поставил досылатель и уже меньше 4 секунд. Да, ДПМ пускай не настолько хороший, как мог бы быть, если сравнивать с типом, но все-таки, ребят, довольно неплохо. Время сведения, опять-таки, вы тоже можете себе здесь на данной машине улучшить. И таким образом вы получаете себе орудия с характеристиками практически такими же, как у типа. Но при этом всем обладаете гораздо большей мобильностью и подвижностью. Именно в этом существенный минус типа 62-го. Все, что можно было обсудить по данной машине, стоя в ангаре, обсудили. Ну и, как обычно, отправляемся с вами в первый попавшийся бой. Ну что ж, друзья, давайте начинать с мобильности. Когда ты начинаешь ехать на 62-м, у тебя складывается впечатление, что ты едешь не на легком танке, а на хорошо подвижном среднем танке. Как вы видите, ЦС-ку я сейчас обгоняю, но несущественно. Теперь посмотрите, как несется кромвель. Это 6-й левел, и это средний танк, и он движется гораздо быстрее меня. Да, нельзя сказать, что подвижность прям вообще на нуле. Когда ты его раскочегаришь, когда ты начнешь лететь вперед на всех парах, то да, безусловно, ты передвигаешься абсолютно нормально. Но все же, ребят, подвижность далеко не та, на которую ты рассчитываешь, когда берешь легкий танк. Если вы возьмете, допустим, ту же самую Е-25, а это ПТ-шка, то даже она движется гораздо комфортнее и гораздо приятнее. Что касается орудия. Орудие, в принципе, приятное, но вот обратите внимание на углы склонения. Сейчас, вроде бы, там, не на сильно большой горке какой-то находясь, смотреть на соперников, которые будут находиться, допустим, на горизонте, вы уже нормально не сможете. Откатившись назад, вы обратите внимание, что только в такой позиции там орудие хоть как-то склоняется. И то, о чем я говорил, что очень часто качество орудия в отношении некоторых его показателей необходимо заценивать, не стоя в ангаре и глядя на какие-то сравнительные таблицы и цифры, а все-таки заценивать его в реальных боевых обстановках. Там, где вы можете посмотреть на своего соперника, там, где вы можете попытаться в него прицелиться, в нашем с вами случае опустить орудие вниз. Минус 7, напомню, характеристики, которые были заявлены, и при этом всем, ребят, орудие вниз практически не склоняется. Вот обратите внимание, так выглядит вроде бы неплохо, но отыгрывать очень-очень сложно. Так, КВшник, иди в баню. Вот я тебя очень сильно прошу, не надо этого делать, не вздумай. Спасибо большое, что ты не успел по мне закинуть. Бежим дальше. Вскоре пополам получилось свилять оттуда, за это время всю команду разобрали. Этого-то я точно сейчас доберу, просто потому что мне время перезарядки получше будет. А вот что делать дальше, ребят, я ума не приложу, серьезно. Куда сейчас бежать, как сваливать. Здесь, скорее всего, меня будет караулить КВ-2, по крайней мере, я на его месте поехал бы именно сюда. Да, есть, сделал он свое дело, закинул, но, слава богу, без пробития. Теперь начинаем сваливать дальше. Подвижность, слава богу, мне в этом способствует. Но все же, ребят, как я себе понимаю, навряд ли я смогу здесь чего-нибудь зарешать. Бегаем, бегаем, трусливо убегаем постоянно. КВшник ждет меня. Понятное дело, что ждет, еще один КВ-2 за мной гонится. Здесь меня встречает наш хорн. Короче говоря, обложили, как волка, красными флажками. Ну, в принципе, пятеро-то соперников, далеко не уедешь. Картон просто безумный, скорострельность вполне нормальная, точность орудия просто шикарная, углы склонения в заявленные неплохие, но отыгрываются крайне-крайне сложно. Поиграв на других машинах, легких на уровне, я для себя, допустим, решил, что есть огромное количество машин, которые отыгрываются гораздо комфортнее. При этом всем практически ничего не делая. 1200 единиц урона, 24 тысячи серебром. Как я говорил, это не фармер, но в минус выпадать никогда не будете, даже если будете использовать голду. Ну и первое место в команде по урону. Из-за меня ли мы проиграли, не знаю. Я, в принципе, хоть что-то попытался сделать. Многие ребята сделали гораздо меньше. Ну, вот так вот бой сложился. Давайте похвалим ребят, которые в противоположной команде заняли первые два места по урону, и похвалим нашу Е25-ку за то, что она сделала свой существенный вклад в этот бой. Ну что, заедем еще в один. Ну, а пока мы туда заходим, ребят, приглашаю всех на свой дискорд-сервер, где вы можете пообщаться с ребятами, которые разделяют вашу любовь к танкам. Вы можете ознакомиться с новостями игры, которые публикуются в официальных источниках и сразу появляются на дискорде. И вы можете, ребят, ознакомиться с новостями канала, а именно с видео, которые там публиковались, для того, чтобы их не пропускать. Почему не стоит пропускать мои видео? Потому что в моих видео проводятся розыгрыши на премиумные машины, особые пропуска батл пассов, и будут проводиться розыгрыши на другие ценности. Плюс к тому, когда на дискорд-сервере наберется тысяча ребят, которые являются официальными участниками дискорда, внутри дискорда будет проведен мини-конкурс, по результатам которого будет разыграна премиумная машина. Так. Боже мой, как плохо. Как плохо я приехал, и как мне хочется отсюда сейчас убежать. Заговорился по поводу дискорда, заговорился по поводу рекламы себя хорошего, ну и, соответственно, упоролся. Так. Как говорил, один мой знакомый валим отсюда. Нам тут делать больше нечего, нам здесь не рады. Так. Нагло поработаем в крысу по корме. Ай. Жаль, что только попал, но не нанес урона. Вот такими вот какими-нибудь мелкими перебежками вы будете мотаться постоянно на нем по карте, вы будете подъезжать в какие-то там неожиданные для соперников места, будете накидывать им какого-нибудь урона, пускай не сильно большого, но в снайперинге есть такое понятие, как будоражащий огонь. Огонь. Так вот, данная машина, она способна на вот этот будоражащий огонь, который позволяет держать в постоянном напряжении соперников, который позволяет пускай не сильно много хп с них снимать, но в то же время существенно мешать им играть. По-моему, в этом тоже есть определенный плюс. Сейчас очень обидно, а с другой стороны очень приятно, что он за меня все-таки не достал, но, блин, добрал меня все-таки, не успел я выстрелить по нему. Вот такая вот игра на тайпе 62-м. И приблизительно вот так будете играть вы, если у вас где-то от 45 до 55% по победам. Если вы имеете выше процент по победам, более подкованный игрок, и вы умеете справляться с картонной техникой, то, возможно, 62-й вам и зайдет. Но стоит также помнить, что он далеко не идеален в отношении своей подвижности. Если бы он был более маневренным, более быстрым, скорее всего, толку было бы от этой машины в боях гораздо больше. На сегодняшний день, с учетом обилия машин на уровне, данная машина безумно морально устарела, и ее давно необходимо апнуть. Как я говорил, в минус падать вы не будете однозначно. Но, в принципе, все плюсы и минусы по машине, которые я хотел показать, я высветлил. Что с этим делать и решать дальше вам? Покупать или не покупать? Я, скажем так, настоятельно рекомендую какие-либо машины тогда, когда я могу с чистой совестью это произнести вслух и сказать, что, ребят, вот эту машину однозначно необходимо купить. Это must have, это хорошая тачка, и она вас будет радовать. Будет ли радовать тип 62, я гарантировать не могу, а значит и агитировать не буду к тому, чтобы вы тратили свою кровную голду на данную машину. Если у вас есть что сказать по типу 62 или высказать какие-то замечания, обязательно пишите об этом в комментариях. Только помните, все комментарии с нецензурной лексики подлежат удалению, даже если они несут в себе какой-нибудь хороший посыл. На данный момент у меня все, побежал снимать для вас новые видео. Спасибо большое за просмотр, мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.